Девушки отдыхают Все отреставрированы в первую мировую войну Тут серьезные бои были Прямо вокруг тут шли немецкие траншеи Костел был разрушен, его уже отреставрировали Такое вот Не только роковую землю показывать Сейчас еще городский замок покажу Интересно Сейчас я вам проведу экскурсию С утра пораньше Это у нас что? Крэвский замок Крэвский замок Мне кажется он был побольше, наверное, да? Сейчас на плакате посмотрим Ну Это все что от него осталось Впервуху здесь немцы сидели у стены Внутри сидели немцы И во вторую тоже тут что-то будет? Да, ну тут вторую От замка осталось какого-то, видишь, часть стены Никто может оставить Какого века-то замок как я? Ну пока что написано Я думал ты знаешь Пойдемте посмотрим Что за графские развалины Что это? Это все мусорки немецкие Которые здесь стояли брендажи Вот и стены Прямо здесь брендажи были? Да, вот и стены Здесь когда ты ложка резала землю Здесь столько мусорок было А ты на фотках видел, что там брендажи стояли? Да, есть вот Как это все выглядело вперву Так, а что тут у нас? Так, ну это просто фотография Это уже современный костел А, это даже как он был Вишен еще разрушены, не реставрированы Это все что от него осталось С чего начинали реставрировать А-а-а То есть вот это Это получается Ну то что стена Я думаю тут уже вообще ничего Посмотрите В общем то Немного оригинальных частей осталось Да-а-а Так, а тут он А что? Что за коза? Коза выглядываю Интересно А где про замок-то? Так, тут какие-то уже Пошли экспозиции Бабуля Смотрит из окошка Тут она уже качается на карусели Так, что тут? Что было интересненько тут показать? Могли бы и блинтаж отреставрировать Парочку Мы бы могли помочь Тут вон здесь вот если походить Я думаю здесь тоже мы все-таки будем Да вот не понятно что куда она А вон смотри землю срезали Пошли посмотрим Что-то может там видно что? Интересного Ну вон сейчас сразу будем искать хлад Ну тут видишь уже каналику прокладывали Ну тут видишь уже каналику прокладывали Современное что-то Не понять Да это наверное кастрюлька это Там воронки еще остались Если их точно не закопали Здесь там внутри тоже немцы сидели в замке А внутрь то даже не пройти да? Все посмотрим и можем Там уста тонн вход с информацией Сейчас пойдем Попробуем зайти внутрь замка Хотя там ведутся работы Реставрационно-строительные сейчас Вот Может быть и не получится зайти Ну попробуем А замок этот впервух уже разрушили? Или он уже тогда был Не очень Ну на фотках то Ну впервуху да Тоже разрушали А разрушили когда Вот черт уже не знаю Надо это Надо посмотреть Надо почитать Какого он там вообще Года постройки то Так Уточнили мы Что 14 века Замок то В общем Занялись Реставрацией Да Замок то старинный конечно очень Но мало что от него оригинального осталось Вот его устанавливают конечно Вот это походу все Все тут уже Новодел Так сказать Потому что понятно Что Чтобы замок был Хочется Вот А от замка то мало что осталось Поэтому приходится Его Лепить заново Получается Вот это мне кажется вообще все Новоделся Тут наверное тут вот это вот я встал Что вы считаете Собёги Экскурсии тут проводят Экскурсии тут проводят Там дверь закрыта Я не знаю Да А этот замок какого века Вон там смотри Еврейская школа Где А за сарайкой Еврейская школа Ну по-моему да Тоже что-то старинное Остатки от него Не ну я понял Вроде как Школа бы Если поделить Остатки Как так так А он костел А он костел А он костел Костел тоже Старинный Тоже в первых Его разрушили Немецкие позиции Прям были На костеле Ага В общем Мы тут сейчас Почитали в интернете И Пишут что Там внутри Все в воронках Как сперлухи Настреляли Так и осталось Тут по Три дня боев На покрывке Позиция была Выпущена Более миллиона Не смотрели Поэтому нет Ничего удивительного Что это Вот Не то что осталось Все Фото Добавлено Ну видимо Да Здесь по Английски написано Может быть там Так Ну что тут Вот Все Можете Почитать Что пишут Тебя наверное Прошу В интернете Читать Угу Тут Ниже Я Что Было Написано Когда Его Размолотили Так Что Вот Здесь Написано Нет А вот Смотри Внутри Воронки От взрывов Стали Это Еще Видишь До Реставрации А нет Это А вот Эту стену Ревентировали Это Реставрировали Но еще Видишь Здесь Плакатов Нету Ничего Такого А с той стороны Я Принялся Там даже Не ходил Ну Кстати здесь Пишут Что Он еще До первой мировой войны Как бы Стало Разрушаться Просто В первую мировую Дали Да Вот Потому что Ну Тут же Были И до первой мировой войны Тут Боевые действия Были Он пишет Когда там В семнадцатом веке Вот Похоже Вот Похоже Отель по традиции Всем кто уже занимается Или хотел бы заняться Поиском Луны Ландшафт Рекомендует Проверенный и надежный Магазин Металлоискателей У Деда Мити Огромный ассортимент товаров Официальная гарантия Фирменная продукция Акции Конкурсы Система Трейд Ин Также можно приобрести Товары в кредит И рассрочку Отдельные скидки Для Поисковых отрядов Ну и конечно же Для зрителей канала Луны Ландшафт Есть возможность Получить скидку Или какой-нибудь Приятный Бонус К покупке По промокоду Луны Ландшафт Перейдя по специальной Ссылочке Под видео Магазин у Деда Мити За много лет уже Зарекомендовался Как хороший Продавец Всегда помогут С выбором И дадут полезный совет А на тех Которые подходят За покупками Есть отличный Оффлайн Магазин Магазин Металлоискателей У Динамити Луны Ландшафт Рекомендую Мы приехали На Приехали на позиции Кними 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 Продвижался По верху Тут Замочек Нашелся Видите От сапог Подковы Сгнутые Сгнутые Вот Сейчас Сейчас Копаем Яму Вот Это же Зацепчик Такой Интересный Латунный Похож Как сухарки Да Но я думаю Что Не от нее Интересно Вот Это же Какой-то Железный Зацеп Ихронетный Сейчас Вот Ох Находка Хорошая Нашлась Ох Стакан целый Стаканчик Немецкий В жаркую погоду Пить Водичку С него Ну Потом Грязный Его Надо Мыть Хорошенький Ровненький И Без трещин Из Пола Все Он тут Жетон нашел Немецкий Большой Большой Но Подъедет Одно название Ну Не настолько Он плох На нем Даже Видно Кстати Жетон Гренадерский Да что Там видно что Ну Восьми батальонами Лейтенант Кстати Лейтенант Лейтенант Или Это Не лейтенант О Я не вижу ЛТ Тут ДТ А ДТ Я уже думал Лейтенант Гренадерский И Это Он был Похоже Сначала В каком-то Запасном Батальоне Гренадерском А потом В пехоту Перевели Может они Тут Свои кокарды Гренадерские Выкидывали Потому что Они Были Больше Гренадеры Пехот Пехотный Полк Восьмой Девятая Рота Здесь Написано А тут Другое Пишут С обратной стороны нет еще? Здесь Гренадерский Полк Третий С обратной нет Немножко Покромсало Жизненный Цинк Тоненький Поэтому Поэтому Так вот Так Ну что Давайте Еще раз Посмотрим Что Мы тут Видим Ну вот Это Жетон Немецкий Личный Познавательный Знак Солдата Германской Вермии До Борца 1915 Года Сверху Написано Имя Фамилия Йохан Бартель Дальше Написано Откуда ДТ Не знаю Что такое Не смотрел Камец 9 Сентября 1890 1896 Года Рождения Ну Где-то Лет 20 Было В то Время Плюс Минус Это Год Рождения Дальше Идет Место Службы Второй По-моему Запасной батальон Третьего Гренадерского полка Дальше Идет Рекрут Депот Пункт Призыва Номер 1180 А А Потом А Потом Вдруг Идет Ландвер Ландштурм Инфантери Регимент Это У нас Пехотный полк Ландштурма Восьмой И Девятая Рота То есть Он Видимо переведен Жетон Был И Тут Числичный номер Какой-то тут Не вижу 781 Там же До этого Был Найден Жетон Тоже Из Девятой Роты Восьмого Пехотного Полка Ландштурма Сейчас Покажу Напомню Вот Там Все Жетоны Что там находились Все Были из Двух Подразделений Вот Это Одно Из них Вот Этот Жетон До этого Там Найден Был Вот Тоже Но Это Более Ранний Тоже Ванштурм Пехотный Полк Восьмой Девятая Рота Отличный номер 436 Вот С одной Роты Два Жетона Нашелся Зацеп Сережка С подбородочного Ремешка Латунной О Еще Прикольный Тут Патрончик Нашелся Такой Вот Необычный Старинный Ям Докопали Тельга Которая Нашлась Петель Хельма Треснутая Пуговки От Скидителя Ну Такие Пророжа Шарпаные С Коронами Вот Что тут еще было Ну Кудрецов Три Базака Видимо Ну Эту пробочку Прикольная Маленькая Такая С Индельками Все Пойдем На другое место Сходим Посмотрим Тут Что-то Закончилось Все Переместились Мы На другое место Ну Вот Первые Находки Какая У нас Вот Кружечка такая Была Не сдохла Кружечка У нее Эмалированная Все остальное Нет Эмаль Что-ли так Отлетела Такая Вот Спираль Будем Подкались В проволоку Вот Поводница Была Разобранная Такая Вот Банковок Эта Цинковая Медная Проводка Пара Этих Подков От Сапаков Зеркальца Амальгама 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 Позаблетела Все Было целое Ну Такая Что-то Какая-то Обшива Армейская Металлическая Нить Серебряная Амальгама Ну Сейчас Пойдем дальше Вот Вот Предположительно Польская Лодка Посмотрим Ну Да Вот Такие Шкалики Амальгама У них Ничего не пишут Такие простенькие Ну Ну Так Вот Смотрим Дальше Что там есть Или что там Нет Что ж В Тайме У нас больше Ничего не оказалось Вот Смотрю Рядом Тут Еще Одну Ну Тут В целом Ненамного Интереснее Вот Какая прикольная Штука нашлась Может кому пригодится Гиря На 5 Килограмм На Отечественные Какого периода Не знаю Вот Кому-то пригодится Может Потом Что-то такое Какие-то Круглогубцы Какая-то Полка Мерная И Какая-то Плошка Лиминевая Может это Для Бритья Все Разводить Но Клеем Что-то Тут Никаких Не видать Чего Производство Сие Творчество Где Нас Неизвестно Неизвестно Вот Так Что Вот Так Что Вот Надо Еще Приступить Тут Начал Ямку Новую И Три Бутылки Нашлись Все Одинаковые Поллитрови Поллитрови Польская Водки Вот Как До этого Две Находил Только Это Уже Поллитра Прикольная Бутылка Была С Какая Жопинвильна О Видите 0,5 литра Один Нет Вот Так Хуто Вышков Ну Естественно Разбито Вот А Эти Естественно Целые Вот Еще Одна Бутылка Это Уже Наверно Пойнк Литрович Побольше Да Тоже Польская Посмотрим Что там Что еще Притаилась Какой Еще Так Накопался Еще Три Бутылки Вот Литрович Этот Опять Вот Эти По 0,5 Уже Шесть Бутылок Стаканчик Был К сожалению Разобран Подкова Сапога Половинка Ножниц Сейчас Еще Бакелитовый Изолятор Так Кирпичик Прикольно Такой С надписью часть козырька фуражки польской вот это у нас торчит похоже на голубь вот что такое тоже с металлической нити сейчас посмотрим аккуратненько вытащил этот голубь не голову что это непонятно но но длинная тоже металлическая нить разноцветная с полосочками муж кто знает что это муж кто у них разбирается раскопал тут еще участок тоже расширился но еще одна бутылка водочная на пол литра и медицина но медицина обычно такая ничего не пишет на ней и банк это него из-под краски ну какая-нибудь польская там внутри белое что-то засохший как краска взял баночку посмотреть почистить чего хоть и был то интересно ну вот так вот она очистилась что-то царель какой-то видим это по-французски написано французски это значит солнце и логотип тут сверху тоже такой какой-то солнечный написано трейдмарк по-английски торговая марка то есть а снизу уже написано торговая марка на по-французски плохо видно внутри краска белая вот снизу красная банка назад к сожалению вот задняя часть вся выцвела что это было непонятно может это была краска французская что пока больше всего похоже может быть это было что-то другое на потом использовали просто эту банку подкраску может это вообще не французская просто на французский манер кто-то зачем тогда было писать торговая марка на французском непонятно хотя конечно название можно из любого языка использую ну такая вот баночка может быть и краска французская что-то красили вот все ценные это кирпич да посуду было битые склеиваем такими ну ладенько но посылок оттуда насобирался побито временем на керосинках оказывается еще и клемма были на стекляшках патент там что-то тра-ля-ля ну ладно чем такой вот заезд так что увидим до дому увидимся следующий раз посмотрим что у нас там дальше будет что найдем то что пишите огненные комменты ставьте лайки подписывайтесь на канал вот еще раз поедем другое место возможно там будет поинтересней соберем куру и покопаем все всем покидала